Мы всех приветствуем на новом Bitrix24. Сегодня у нас необычный формат. Мы будем представлять вам все, что мы выпустили за целый год. Итак, Bitrix24 это набор инструментов. Это и совместная работа, и CRM, и задачи, и проекты, сайты, автоматизация. Все, что, на наш взгляд, должно обеспечивать компанию единым инструментом работы. Bitrix24 выступает своего рода какой-то средой объединения, ориентиром, ну или, как бы мы, наверное, сказали, путеводной звездой. И этот релиз мы впервые решили назвать не городом, он получил название «Полярная звезда». Один из инструментов, которого мы считаем нам в целом не очень хватало, и над которым мы хотели поработать, это мобильные задачи. Давайте покажем создание задачи. Создадим быстро задачу. Сегодня для этого достаточно. Новый интерфейс создания задачи. Задача номер один, и все, и она готова. Давайте поставим задачу номер два и сразу сменим ответственного. Мы поставили задачу два, и у нее сразу другой ответственный. И давайте попробуем поставить полную задачу. Мы даем ей название. Задача три. Не будем оригинальным. Обратите внимание, здесь есть кнопочка «Все поля». И в этот момент открывается полная карточка задачи, и вы начинаете ее заполнять. Вы меняете ответственного, меняете чек-лист, устанавливаете сроки. Это полноценная, комплексная карточка задачи, которой мы можем пользоваться в вебе и настраивать. Теперь все это доступно внутри. Я, кстати, очень люблю чек-лист как способ декомпозиции, когда можно один из пунктов чек-листа назначить на отдельного ответственного. И вы теперь все это можете делать внутри мобильного приложения. Есть еще одна интересная вещь, которую обязательно нужно ставить в задачи, чтобы действительно проконтролировать ее выполнение. Это контроль выполнения. И это возможность проконтролировать задачу после завершения. У нас с вами задачи 1, 2, 3. Мы их очень легко создали. И, обратите внимание, подпрыгнула задача. Это наша система фокусировки внимания. Этот принцип, когда сообщения, как в чате, по сути, задачи взлетают наверх, и вы всегда видите те, которые находятся в активной работе. Либо, когда сама система их подкидывает и говорит, срок, тебе обязательно нужно поработать с задачей. Это все существенно упрощает жизнь на мобильном телефоне. В моей работе главное — это мобильность. Где бы ни находилась наша команда, мы всегда на связи. Быстро обсудить рабочий вопрос со всеми легко. Наши задачи не подвисают. Круто, что задачи сами показывают тебе, на что обратить внимание. Можно моментально поделиться результатом и быстро получить фидбэк. Если задача поставлена в Битрикс24, она будет выполнена. Концепция изменилась? Не проблема. Мы умеем перестраиваться быстро. Битрикс24 является CRM номер один на российском рынке. И работая над концепцией, мы разработали идею Push CRM. В таком концепте и таком формате никто еще не подходил к решению этой задачи, не работал. Давайте первое, на что обратим внимание — это мои входящие и мои запланированные. Появились элементы, которые позволяют вам в один клик разобраться с тем, что происходит сейчас. Вот мы можем посмотреть входящие. Основная идея здесь состоит в том, чтобы использовать тот паттерн, который у всех уже, в общем, закрепился. Когда, если горит счетчик, тебе его нужно погасить. Особенно сложно, когда вы находитесь в потоке и прилетел звонок, вы поговорили, а потом куда же он в этой сделке добавился. Сейчас вы его найдете очень легко. Или если пропущен звонок, он у вас точно так же загорится входящим. Будет даже статус пропущенного звонка, который скажет, что это аварийное состояние, нужно срочно перезвонить клиенту. Одним словом, вы не пропустите ни одно входящее обращение. Зеленый счетчик вам будет четко говорить. Ну давай откроем одну из сделок. Мы видим здесь состоявшийся звонок. И в чем состоит требование со стороны PushCRM? Она как бы говорит, прослушай звонок и заполни CRM сейчас. Вот сейчас ты должен это сделать. И ты должен справиться вот с этим счетчиком, который здесь висит. Дальше наступает как бы второй этап. При выходе теперь PushCRM сразу говорит вам, давайте мы вам поставим напоминалку через три дня вот в такое подходящее время. Либо вы выберете любое подходящее. И достаточно просто сказать, сохранить для того, чтобы через три дня взвелся счетчик запланированных дел. И эта сделка взлетела вверх для того, чтобы вы могли с ней поработать. За 15 минут загорелся красный счетчик, сделка подлетела, и вы ее легко нашли на таймлайне. Вам не нужно сидеть и следить за сделками или делать сортировку их. И мы здесь четко видим, вот этот счетчик, и вы должны с ним справиться. Для этого нужно выполнить либо то, что здесь сделано, и запланировать следующее дело. Можно просто выйти для того, чтобы дело сохранилось. Как бы пингует, пушит вас CRM для того, чтобы напомнить. Очень простая концепция, которая фактически передает эстафету из входящих в запланированные дела. У нас помимо счетчиков, которые ваши, мои входящие и мои запланированные, есть еще. И здесь два счетчика. Входящие дела других сотрудников и запланированные дела других сотрудников. Зачем это нужно? Буквально в один клик, без всяких отчетов, без поиска этих данных. Одного клика вам достаточно понять, что есть необработанные у какого-то сотрудника, либо есть запланированные дела, но никто не делает. И вообще идеально, когда вечер завершается, а у вас по нулям. И здесь во входящих, и в остальных тоже счетчики пустые. Мы поставили для себя задачу, что мы хотим сделать и полнофункциональную систему, и хотим, чтобы в итоге можно было полностью и настроить CRM для начала работы на мобильном телефоне. У нас есть сразу под навигацией отдельный элемент, который называется переключение между воронками. Его можно использовать, вы на него нажимаете и переключаетесь, например, в счета. Или переключаетесь в одну из воронок. Есть элемент, вы можете создать воронку прямо на мобильном телефоне, пересортировать, добавить колонки, настроить права и даже настроить туннели. Вы нажимаете карандаш и перетаскиваете стадии между собой, добавляете внизу, есть новую стадию, настраиваете права. Мы движемся к тому, чтобы вы в итоге могли полностью настроить CRM, используя только мобильный телефон. Создание сделки на мобильном телефоне. Вы нажимаете плюс и прямо тут начинаете наполнять поля. С названием, сумма, все свойства, все, что у вас доступно, позволяет вам заполнить карточку CRM. Буквально несколько элементов назначить ответственным, либо вы станете ответственным. Все, этого достаточно для того, чтобы дальше работать. И в этой карточке вся структура ровно соответствует вебовской составляющей. То есть если вы там один раз настроили карточку, то вы дальше будете работать и здесь. Все, создавай. Итак, у нас есть сделки и есть детальная карточка. И теперь у нас есть полный таймлайн, который включает все изменения, все, что доступно в вебе, и все функциональности, которые у вас доступны в вебовском варианте, вы можете выполнить, настроить, отредактировать. Ну, отдельная часть, и мы считаем это очень сильной нашей частью, в мобильном у нас теперь есть товары. Давай поработаем с ними. И в чем состоит, собственно, работа? Вы, создав сделку, можете прямо на мобильном телефоне наполнить каталог товаров, выбрать тельную номенклатуру. Кстати, мне очень нравится, когда работает штрих-код. Знаете, у меня тут есть книжка, случайно. Давайте попробуем. Виктор Пелевин. Книжка. Трансгуманизм. Давай ее добавим в продажу. Наверное, один из самых главных сценариев для клиентов – это работа с телефонией. И вообще очень круто. Мы сделали полную интеграцию мобильного приложения CallKita с телефонией, и теперь можем обеспечить работающий сценарий. У нас должен раздаться звонок, и у нас специально нет запущенного приложения. И вот происходит вызов по CallKita. Система узнает нас, она уже поискала нас в базе. Мы можем ответить, и дальше разговариваем с человеком. Мы говорим, что нам нужны такие-то, такие-то комплектующие, или еще что-нибудь. И прямо в процессе разговора Юра может свернуть звонок, перейти либо в эту сделку, либо создать новую, и заполнить ее теми реквизитами, теми данными, которые пользователь сейчас произносит, говорит и так далее. И у вас будет мобильная CRM, интегрированная полностью с входящей телефонией. Причем при прослушивании работает такая же точно схема. Вы можете перемещаться по карточке, делать паузу, ускорять звонок, замедлять звонок, разносить его потихонечку, и это будет непрерывно работать в тот момент времени, когда вы заполнение делаете. Редактор субтитров А.Семкин Битрикс24 Энтерпрайз. Вообще это новое направление, которое стало необходимым по большому счету. Мы разработали целую инфраструктуру, которая обеспечивает совершенно другой сценарий работы. Это прям отдельные сервера, отдельная инфраструктура, в которой пользователи Энтерпрайз размещаются. По сути, выделенный сервер для каждого клиента. Это график одного из реальных клиентов, где произошел его переход на Энтерпрайз. Тариф, когда все у него стало значительно быстрее работать, и время страницы, и объемы, и огромный запас, которым он в дальнейшем может пользоваться. Отдельный элемент – это управление филиальной сетью. И нам кажется, очень перспективная история. У нас есть два подхода. Мы к филиальной сети можем подключить как портал новый. И давайте попробуем создать новый портал Битрикс24. Вы видите подключение. Мы проходим стандартную процедуру и подключаем портал. Вы, конечно же, захотите подключить текущие порталы. И мы тоже даем такую возможность. И подключение другого портала, который уже был в работе, возможно. Вам нужен тариф Энтерпрайз на том портале, который будет у вас головным. Основные сценарии реализованы полностью. Управление филиальной сетью готово и будет доступно в этом релизе. На сегодняшний момент мы выпускаем Битрикс24 подпись, который позволяет подписывать документы один на один. И мы работаем над тем, чтобы можно было подписывать их значительно больше. Идентификатор и отправка выполняются по e-mail, смс, ватсап. И мы работаем, чтобы подключить внешних провайдеров авторизации. Итак, появляется целый раздел, который называется «Подпись». Давайте в него заберемся. И теперь... Ну, давай начнем с подписания. Мы хотим подписать новый документ. Мы можем брать изображения, PDF, доки, любые форматы. Юра берет PDF, закидывает. Есть, кстати, шаблоны. Итак, что у нас здесь есть? Документ. Юра выбирает, кто подписывает с его стороны и кто подписывает с нашей стороны. Следующий этап – это подготовка документа. Нужно разметить, собственно, где мы хотели бы подписать, в каких элементах будет происходить подпись. Итак, одна сторона. Здесь можно разместить разные поля, даты, свойства. Все подготовили? Да. Сохраняем. Ну все, отправляй на подпись. И здесь у нас в качестве номера номер телефона и смс, мы сейчас еще будем об этом говорить, используются для подтверждения. Мы видим в таймлайне, что ушла смс к конкретному клиенту. Давайте посмотрим, что происходит на телефоне. У меня уже пришла смс. Я могу перейти, вижу, что пришла смс с ссылкой и перехожу по ссылочке. На ссылке я вижу документ, я могу его увеличить, почитать, посмотреть, посмотреть какие-то вещи, которые нужно сделать по документу. Ну и, конечно же, приступить к его подписанию. Приходит смс, вторая, которая идентифицирует меня как клиента, что я действительно… Нормально, нормально. Успеем. И дальше вы можете просто расписаться. Можно написать имя, расписаться, загрузить фотку. Все? Все. Я свою сторону подписал. Одна сторона подписала. Документ подписан. Мне прилетела смс, прилетела ссылка, точно такая же, как у Юры. Перейти к заполнению, подписываю. И все отправлено на цифровую подпись. То есть Сергей сделал свою работу, и система уже закрывает документ и генерирует нам подписанный документ и отсылает как Сергею, так и мне копию этого документа. Сюда падает в таймлайн полностью вся цепочка. Тот человек, который следит и делает это из таймлайна, он видит каждый шаг. Он видит, как ушла первая смска. Он видит, как был подготовлен документ. Он видит, как первый сотрудник подписал этот документ. И этот документ упал, его можно открыть и посмотреть. Там уже будет содержаться первая часть документа, которую уже выполнил один из сотрудников. Моя подпись уже в документе есть. Помимо документов, где есть та динамика, где мы подписываем, есть отдельный сейф, где будут храниться все подписанные документы. Они уже должны быть с подписью, с сертификатом. Каждый документ будет содержать подпись в тех элементах, в которых мы выбрали и где мы, собственно, это разместили. После чего документу дописывается, дополняется некий цифровой сертификат, который имеет уникальный номер документа, атрибутику тех, кто подписывал и специальные штрих-коды для автоматизации в дальнейшем работы с такими цифровыми документами. У нас есть отдельный публичный сервис, бесплатный, в который можно любой цифровой такой документ, он содержит цифровую подпись, закинуть и убедиться, что он полностью правильный и с ним, собственно, все хорошо. Документ прошел проверку, имеет юридическую силу. В России Битрикс24 подпись полностью соответствует 63 ФЗ. Это простая электронная подпись. И тогда возникает вопрос, а как вообще тогда это использовать внутри нашей организации? Один самый простой и абсолютно полностью законный вариант. Мы разработали такое соглашение, вернее, юридическая специальная компания разработала соглашение. Это соглашение о признании электронной подписи между сторонами. Либо между бизнесом и клиентом, либо между бизнесом и бизнесом, между двумя компаниями. Достаточно один раз встретиться с клиентом, дать ему условно паспорт, занести данные в CRM, подписать одну бумажку. И вот с этого момента все остальное будет подписываться в электронном виде. На самом деле, вообще каждый из вас с этим уже сталкивается сегодня каждый день. Когда вы с банками работаете, вы все подписываете по СМС. Очень простой и законный способ. Кстати, для бизнеса он очень выгоден только по той причине, что за каждую транзакцию вам не нужно будет платить. Это будут бесплатные подписанные документы между бизнесом и между клиентами. Не теряйте время. Мгновенно заключайте сделки и подписывайте документы по СМС. Битрикс 24 подпись. Бесплатно для бизнеса. Удобно для людей. Многие не заметили, а многие и заметили. Сменились шрифты, сменилось восприятие, сменились... Ушли углы. Продукт стал каким-то сглаженным, аккуратным, современным. И это действительно была огромная работа – привести весь продукт к некому единому знаменателю. Новое настроение создают еще и темы, которые стали составной частью продукта. Этот вариант, этот дизайн нам кажется наиболее интересным. Это создаст некое новое настроение, восприятие в целом продукта. Новый Битрикс 24. Три новых продукта. Энтерпрайз, Пуш-СРМ и складской учет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова